Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. А лап чу-чу-чу-чу-ча! Бам-ба-ба-ра-пим-би-бом! Однако доброго здоровьица! Но что бы я хотел вам рассказать, я на практике столкнулся с так называемым оздоровительным голгостроем. То есть человек, вот он от чего-то там, допустим, пытается избавиться, и он, грубо говоря, принимает какие-то там, допустим, витамин ДУ, который вообще тут это самое, не в ту степь. И вот на практическом примере человека, его стянуло, то есть ему 50 с лишним лет, и вот стянуло. Я спрашиваю, какие-то травмы были, то есть я думал, что вот это вот все, человек плохо ходит, вот эта тугоподвижность, что была какая-то там авария, травма. Он говорит, нет, все это постепенно, значит, вот произошло. Я дальше на него осмотрю, вижу, а у него на ногтях грибок. Ну и так это со мной, обращаясь, вот грибок, то и все, как, что. А он даже не понимает, что этот грибок влияет, высушивает организм и стягивает его. Он говорит, да, у моей бабушки еще, мол, больше был этот там грибок. Мол, это все нормально. И дальше вот мы как раз тут занимаемся изодинамической гимнастикой, все это мощные энергии проходят. А толку, вот чтобы распрямить человека, ну никакого нет. То есть уже прошло достаточно много времени, все это должно было решиться, а этого нет. При общении с ним, вот слышу запах разложения. То есть настолько этот грибок уже пропитал весь его организм, что организм заживо разлагается. Он как-то на это особо не обращает внимания. Он обращает внимание на то, что вот он не может ходить нормально, что вот это вот ему волнует. Его волнует ходьба. Если в рот заглянуть, там практически все зубы погнили. Далее я уже говорю, как там работает кишечник. Говорю, вот кушает то-то, то-то, то-то и так-то, так-то, так-то для того, чтобы твой кишечник работал нормально. То есть не было никаких газов. Буквально такие там на днях. Мы встречались, он там позанимался, пропотел, энергия мощнейшая прошла, кричал. Все, как бы сказать, должно сработать. Я его провожаю, спрашиваю, ну как там кишечник работает, что-то, что-то, как ты ешь. А он мне говорит, я, значит, пью квас после еды. Я говорю, смотри, жидкости, чтобы все это там не мешалось, надо это, все это разделять нормально. Он говорит, я, мол, минут через 15-20 пью квас. Мне хочется этого кваса где-то там пью пол-литр. Я говорю, ну еще и бродит. Он говорит, мне нравится, что там оно бродит, что там газы и так далее. Так, знаете, вот этот вот оздоровительный долгострой заключается в том, что применяются средства, которые вообще не воздействуют на грибок. Кстати, насчет грибка говорю так. Берешь вот яблочный уксус 6-ти процентный, там ватка, пролаживай пальцы, чтобы все это там было. Вот. А он мне говорит, ну так я сказал, думаю, вот делает. А он, оказывается, на один палец это все делает. И говорит, он помогает на одном пальце. Я говорю, как на одном пальце? Да у тебя все пальцы поражены. Все надо прокладывать вот этой ваткой смоченной в яблочном уксусе 6-ти процентовом. Далее целлофановый пакет и натягивать носочек. И это можно делать на ночь. Сначала посмотреть, как кожа реагирует, а то еще кожа слезет. И тоже, понимаете, вот я одно говорю, а человек понимает совершенно другое. Я ему насчет питания говорю одно, а он понимает совершенно другое. И поэтому это не работает, то есть не меняется. И дух идет, вот этот дух разложения. Для того, чтобы дух разложения, это надо вот эту всю эту, грубо говоря, основу сменить, которая поражена вот этим вот грибком. То есть все это надо сменить, и тогда все это начнет расправляться. А так мы можем бегать, мы можем поднимать, мы можем еще что-то там делать, а толку никакого. И получается вот этот оздоровительный долгострой, мы что-то делаем, вроде как лечимся, вроде вот это. А толку нету. Вообще при правильном применении оздоровительных средств соответствующих, оздоровление должно быть очень быстро. Уже где-то за месяц, довольно-таки тяжело, если больной человек, он уже должен чувствовать себя значительно лучше. Конечно, в некоторых случаях требуется дольше, но он будет качественно лучше сразу же это все. Тут можно и поголодать. Вот если человек десятилетиями болел, десятилетиями, и уже примирился к тому, что он плохо ходит, что его так вот скрутило, то тут можно применять решительные средства, например, поголодать. Начать немножечко с малых сроков голодания, для того, чтобы узнать, как организм реагирует, как, значит, выходить. И потом на длительный голод пойти, чтобы что-то существенно сделать. А так, ну ничего не делается. Ну вот ходит, вот он пытается распрямиться. Само качество материала, которое должно быть эластичное, и так, и сяк, знаете, гнуться. Само качество материала уже совершенно другое. Надо на качество влиять. А пытаются повлиять на механические вот эти вещи, механические, вот что-то там сделать, что-то там скрутить. А оно, кроме что, из-за того, что там все сжалось, начинает вот это все сжатое, допустим, растягиваться или еще что-то, оно может травмировать, что возникают прострелы, что возникают боли. Короче, толку, ну никакого. Поэтому важно, сколько раз я вам говорил, это вот у вас есть проблема со здоровьем. Эта проблема проявляет себя, допустим, бурчанием в животе. Она проявляет, допустим, грибком на ногтях. Она проявляет на языке у вас белый налет, будто вы только сметану съели. У вас там, допустим, ага, суставы там побаливает. У вас там, допустим, что-то там сердце там побаливает. У вас, допустим, там где-то прыщи на коже бывают. Ну, и ряд других. Вот эти вот видимые параметры, они уже есть. И вы, применяя оздоровительное средство, следите, исчезают они или нет. В первую очередь нормализуйте работу желудочно-кишечного тракта. Потому что если ее не нормализовать, как в данном случае, а я квасу напьюсь, она бурчит мне хорошо. И вот эта вся эта зараза оттуда и идет по всему организму. А мы тут пытаемся что-то тут, какими-то силовыми методами его, это самое, привести в порядок. Да ничего тут не будет. То есть вот тут надо начать, чтобы все это не бурчало. Раз. Дальше смотрим, ага, прыщи исчезли. Два. Дальше смотрим, ага, с грибком у нас лучше три. Далее смотрим, значит, это самое, белый налет там исчезает. Дальше смотрим, ага, самочувствие как-то лучше стало. И продолжаем, продолжаем, продолжаем. То есть вот по этим параметрам двигаемся. А не просто мы что-то услышали, витамин Ду, или, грубо говоря, мы будем в супермарафоны бегать, или еще там что-то поднимать. Не воздействуя на самый корень заболевания. Толку не будет. И получается вот этот вот своеобразный оздоровительный, долгостоит человек. Я занимаюсь, я лечусь, я вот то-то, то-то, то-то делаю, а толк минимальный, вообще минимальный. Когда на самом деле должно быть максимальное. Вот что я хотел бы вам сказать. И если мы вот это вот не понимаем, что, грубо говоря, у нашей бабушки были грибки на ногах, там ноги страшные, и у нас это, то, если еще бабушка более-менее прожила свою жизнь, то вы чувствуете, вас скрючило, и никто не может вам сказать, от чего скрючило. Это только я говорю. Это сделал грибок, который раскладился. Запах вот этот вот, знаете, вот это разложение идет такой старческий, вот такого от человека. Я хорошо помню свой запах, когда я голодал 40 суток, там голодаешь, 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 голодаешь. А потом, когда начинается вот это вот, все это дело отмирать, от тебя идет вот этот запах тухлятины. Этот запах тухлятины примерно где-то неделю-полторы длится, вот это все из себя выходит. Потом оно вышло, ага, уже это все. То есть добиться вот этого, чтобы запаха не было. Но если вы хотите, а если вы не хотите, ничего не знаете, ну тогда как хотите для вас стихотворение. О жизни бренной рассуждая, чаек душистый разливая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. И не стоит иметь свое здоровье, тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце. Готоваясь и принять, и от восторга засиять. Великолепного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова